Доходы растут, кредиты погашают. На заседание регионального правительства отчитались об исполнении бюджета за 2021 год. В прошлом году, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в стране, связанную с эпидемией коронавируса, местным властям удалось сохранить многолетнюю тенденцию роста доходной части регионального бюджета. Подробности у Натальи Чекет. Прошедший 2021 год в первую очередь запомнился многим двумя серьезными вспышками коронавируса. Пандемия стала тяжелым испытанием для многих, однако не оказала существенного влияния на рост доходной части бюджета. В прошлом году Тверская область стала лидером в Центральном федеральном округе по привлечению федеральных средств на реализацию проектов экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Важно, что мы перешли такой психологический барьер. Наш бюджет пробил отметку 100 миллиардов рублей. Это консолидированный бюджет Тверской области. Объем валового регионального продукта превысил полтриллиона рублей. Для нас это все-таки, мы считаем, что историческое событие. Теперь очень важно двигаться, не останавливаться. Что касается расходов, то основными направлениями в 2021 году стали сфера образования, здравоохранения, социальная поддержка и ЖКХ. Значительную часть средств направили на ремонт дорог и совершенствование транспортной инфраструктуры региона. Также средства направлены были на реализацию в регионе 11 национальных проектов. Безусловно, надо отметить высокий уровень исполнения бюджета, в том числе по доходам, практически по всем доходным источникам уверенный рост. И я думаю, что это хорошая база для дальнейшей работы региона. В Тверской области по итогам 2021 года продолжилась положительная динамика поступления налоговых доходов. Отмечен рост поступлений в региональную казну по всем основным видам налоговых сборов. То же самое касается исполнения бюджетных назначений. Они были полностью исполнены, как в части консолидированного бюджета области, с точки зрения абсолютных цифр, это 60 миллиардов рублей. Так, с точки зрения областного бюджета поступления составили 43 миллиарда рублей, превышение по сравнению с 2020 годом 3,7 миллиарда рублей или более 8%. Во время заседания были обозначены основные задачи по дальнейшему увеличению дохода бюджета. Это своевременная актуализация и реализация региональных программ, исполнение адресной инвестиционной программы, контрактов в соответствии с установленными сроками, региональных обязательств по национальным проектам. К слову, уже пятый год подряд госдолг Тверской области снижается. За прошедший год он сократился почти на 8,5 миллиардов рублей. Кроме того, продолжается борьба с серыми зарплатами, которую начали еще в 2016 году.